Друзья, здравствуйте. Ну что, немножечко посплетничаем. Посплетничаем вместе с политиком и его очередным ежегодным рейтингом всяких наиболее значимых персон в мире. Ну, начнем, наверное, с Владимира Зеленского. С Владимира Зеленского, которого политико назвали главным дримером, дримером, главным мечтателем в мире. Насколько это позитивная или негативная характеристика, давайте сейчас подумаем вместе. Почитаем о том, о чем же, что в отношении Зеленского написала политико. Но кроме дримера, мечтатель номер один в мире, политико написала, что Владимир Зеленский еще и марафонец. Унистон Черчилль, Мартин Лютенкин, младший Нальсон Манделла. Время от времени появляется лидер, который в одиночку меняет ходы истории. Не силой своей армии, не силой своей экономики, а силой своего слова. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский, пишет политико. Из его дерзкого видео «Мы здесь», снятого в первые дни войны, возле его президентского кабинета на улице Банковой, и его культовые шутки «Мне нужны боеприпасы, а не поездка», сделанные в ответ на предложение США эвакуироваться, Зеленский вдохновлял украинцев продолжать сопротивление попытки полномасштабного вторжения России, а также уговаривал, пристыжал, умолял страны помочь им в этом. Эти риторические усилия окупились. Западные союзники предоставили финансовую помощь и все большее количество современного вооружения, от танков до истребителя, помогающие решительным силам Украины. Руководство Зеленского было настолько эффективным, что ему удалось добиться того, что до недавнего времени было немысливо выдвинуть Украину на передний план членства в ЕС и ближе, чем когда-либо считалось возможным, к военному альянсу НАТО. Хорошие слова, да, но Политико и не забывает и о критическом анализе. Но, пишет Политико, 2024 год будет непростым для артиста, который стал президентом после того, как сыграл его президента по телевидению. Мир отвлечен новой старой войной на Ближнем Востоке. Украинцы измотаны двумя годами сражений и изо всех сил пытаются вернуть себе территорию перед лицом жестокой российской мясорубки. Рядовые европейцы ощущают кризис стоимость жизни, который угрожает ограничить их щедрость духа ради людей, отдающих свои жизни, чтобы сдержать силы президента Владимира Путина. А политики ЕС начинают опасаться возможных последствий для их прибыли и бюджета и блока. От получения сельскохозяйственной электростанции доступа к единому рынку. Очень интересное новое определение Украины, да? Сельскохозяйственная электростанция. Ну, хотя бы уже не аграрный геймон. Помним, как некоторые американские политики нас когда-то так называли. Но надо запомнить, сельскохозяйственная электростанция. Поскольку, дальше пишет политико, запад уклоняется от ответа, а Украина продолжает сталкиваться с экзистенциальной угрозой страны своего гораздо более крупного соседа, Зеленский перешел от просьбы к западным странам о помощи, к чтению им лекций. И это не принесло такого успеха, как его более воодушевляющие речи. Напряженность достигла пика летом на саммите НАТО в Вильнюсе, где министры обороны Великобритании и Советник по национальной безопасности США по отдельности предупредили, что Украина должна проявлять больше благодарности своим союзникам, несмотря на разочарование Киева в том, как создан альянс перспективы будущего членства Украины в этом альянсе. Между тем, перед Зеленским стоят перспективы выборов в середине войны, пишет политико. Хотя он и утверждал, что не намерен их проводить. Украина должна была провести парламентские выборы в 2023 году и президентские выборы в марте 2024 года. Первоначально Зеленский ввел кампанию на пост президента Украины перед своими выборами в 2019 году, поклявшись отбыть всего лишь один пятилетний срок, но недавно он дал понять, что планирует остаться еще на один срок. Чтобы провести голосование во время войны, Зеленскому с согласием парламента нужно будет изменить конституцию Украины. Серьезный вопрос о демократической легитимности. Большинство телеканалов страны, обращаю внимание, демократическая легитимность и серьезный вопрос о ней, это не российская пропаганда, это политико пишет. Читаем внимательно. То, о чем мы говорили с начала последних нескольких месяцев, тоже регулярно, что с легальностью все ок, а вот вопрос демократической легитимности станет. В общем, серьезно пишет политико. Большинство телеканалов страны, пишет политико, жестко контролируется правительством, цензура процветает, миллионы украинцев, бежавших от войны, остаются за границей, а десятки тысяч солдат будут голосовать в зонах боевых действий. И это без учета затрат на организацию и обеспечение голосованием военное время. Это огромные, если не неразрешимые проблемы. Вопрос в том, сможет ли Зеленский справиться с этой задачей и какой ценой. Вот такой дример президент Украины, дример в очень сложных условиях, в ситуации, когда меняется. Но дело в том, что кроме Зеленского, политико предложило еще более 20 разных номинаций, очень интересно. Я вам быстренько их пройдусь, чтобы вы поняли широту и глубину мышления самого политико. Так, Дональд Туск, это наиболее влиятельная персона в Европе, хотя, напомню, Дональд Туск и победил на парламентских выборах. Похоже, что победил на парламентских выборах в Польше, но он даже не стал премьером. И вряд ли премьер Польши все-таки будет наиболее влиятельной фигурой в Европе, при всем уважении к Польше и к Туску. Мне кажется, что это в значительном мере авансе от политико и части американских элит. Джорджио Мелони, это премьер-министр Италии, главный дур, человек, который делает, действует. И в то же время Хамелеон написал о политико. Имеется в виду, наверное, то, что до восхождения пост премьер-министра Италии Мелони воспринималось как разрушитель системы, как анти-евроатлантист. Пугало, как пишет политико, вызывало дрожь в спине эцентристов во всем континенте и за его пределами. Но на своей должности Джорджио Мелони, ее политика очень похожа на немецкую или французскую, она стала неотъемлемой частью европатической связи с США. И это позволило политико назвать ее Хамелеоном. Так, читаем дальше. Урсуа фон дер Ляйен. Просто королева. Вот такой статус она получила от политико. Просто королева. Just the queen. Прекрасная. Мануэль Макрон. Ману освобожден. Кто не знает, к чему идет апелляция, посмотрите, кто такой Ману. Но имеется в виду, наверное, то, что Франция демонстрирует более высокие геополитические амбиции. И вот таким образом Ману освобожден. А политико это объясняет тем, что освободившись от такого необходимости побеждать на очередных выборах из-за ограничения Франции на два срока подряд, Мануэль Макрон впал в законодательную ярость. Стремясь модернизировать Францию и стимулировать ее экономику, Макрон пошел ногу с Германией по вопросам ядерной энергетики и государственных расходов. Привел непопулярные трудовую и пенсионную реформы и выдержал месяц протеста вместе с угрозой возобновления движения желтых жилетов. Его следующий приоритет провести спорный иммиграционный законопроект через зашедший в тупик парламент. Прекрасно. Дальше. Не угадайте, кто дальше. Дальше зеленый кардинал Киева, как считает политико, Андрей Ермак. Да, Андрей Ермак, он же фигура среди дуэров действующих, людей как действия. Номер четыре. И сейчас немножечко тоже быстренько пробежимся по характеристикам Ермака от политико, тем более они небольшие. Сообщается, что Андрей Ермак известен в некоторых кругах как зеленый кардинал Киева. Что это за круги? Интересно. Это потому, что Ермак является главой офиса президента Украины Владимира Зеленского, чья фамилия связана с восточнославянским словом, означающим «зеленый». Глубочайшая аналитика от политико. А также потому, что у него есть привычка посещать фотосессии в военной одежде цвета хаки, которую популяризировал его босс. В 1924 году, когда Зеленскому потенциально грозит кампания по переизбранию в средине войны и перспектива длительного вторжения, подрывающего общественный дух внутри страны, не говоря уже о кризисе на Ближнем Востоке, отвлекающем западных сторонников Украины, Ермак будет играть еще более важную роль в качестве посредника при президенте и роль его амортизатора. Ермак является вдохновителем усилий Киева по взаимодействию с развивающимися странами и попытками вырвать их из теплых, богатых нефтью объятий президента России Владимира Путина. Поскольку собственные зарубежные поездки Зеленского ограничены, Ермак совершает командировки по всему миру от имени своего босса, встречаясь с высокопоставленными иностранными чиновниками, проводя переговоры и заключая сделки, что согласно Конституции Украины должно быть компетенцией президента, а не его номер два. Ну, очевидно, что политико не считали украинской Конституции, потому что номер Ермака в Конституции даже не 22. Он просто вне этой системы. Но реально, да, конечно, влияние Ермаката и влияние вице-президента. Посоветуем политико больше почитать украинскую Конституцию, если они на нее уже ссылаются. Дальше. Возможно, самым большим достижением Ермака на данный момент является то, что он усадил Китай за стол переговоров во время мирных переговоров, проходившихся в августе прошлого года в Саудовской Аравии. Джиди, помните? Меня однократно обсуждали. Другой его любимый проект – расширение и ужесточение антироссийских санкций в качестве сопредседателя вместе с Майклом Макфолом, бывшим послом США в России, Международной рабочей группы по российским санкциям, получившей прозвище «Экспертная группа Ермака Макфола». Зеленский, комик и сатирик, избранный на этот пост в 2019 году после роли президента в украинском ситкоме сериале, обычно окружает себя друзьями и единомышленниками из своей прошлой жизни в индустрии развлечений. И 52-летний Ермак, бывший юрист в сфере развлечений и кинопродюсер, не является исключением. Пока он выполнял грязную работу за Зеленского, действия «Зеленого кардинала» привели к тому, что он увяз в противоречиях на фоне обвинений в коррупции, в которых фигурирует его брат и его заместитель. Не забыли в политико запихнуть шпильку Ермаку. Пока Украина готовится к вступлению в ЕС и НАТО и в то же время борется за возвращение своих территорий, Ермак приобрел огромную, некоторые говорят, чрезмерную власть в качестве ключевого игрока в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит бразды правления украинским правительствами, парламентами, в то же время позволяет своему боссу сохранить свои руки и свой международный имидж в безупречной чистоте. Вот такой себе зеленый кардинал, который клинер Киева, по мнению политико. Дальше. Реджетто и Эрдоган, посредник. Ну тут понятно, но многочисленные усилия Эрдогана и по Украине, и по Израилю, и по другим горячим точкам. Марош Шевчевич. Марош Шевчевич у нас, это Словакия и исполнитель номер 6. Третий срок на посту, он выходить из Словакии, находится на третьем сроке на посту еврокомиссара. Собрал очень много должностей и является главой зеленого курса. Его статус по политико, лейбл его, это мистер исправ этот, человек, который фиксер такой, исправляет в Европе много проблем, пишет политико. Мари Ле Пен, ребрендинг. Все помнят Мари Ле Пен как такого радикала. Правого радикала сейчас она сдвигается постепенно в центре. И политико, отмечая ее хорошие перспективы, наверное, на переизбрание, на избрание президентом. И вот это смещение в центр назвал, предсвоил ей статус ребрендинг. Кристина Лагард, менеджер по ожиданиям. Кир Стармер, другой парень. Это лидер Лерборийской партии в Объединенном Королевстве, которая, вероятно, будет победителем выборов парламентских следующего года. Эльвира Набиулина. Конечно, часто в России ее называют фамилии, это немножечко переначивают. Но главный технократ, поддерживающий военную машину президента России Путина, и путинский банкир. Неоднократно спасала рубль и удерживала экономику у страны на плаву в условиях санкций. Вот так. Карлос Пучдемон, революционный, понятно. Виктор Орбан, спойлер. Аналена Бербак, министр иностранных дел, напомню, о Германии. Прямолинейный. Манфред Вебер, убийца зеленой сделки. Напомню вам, кто такой Манфред Вебер, потому что много кто из вас не знает. Это лидер Европейской народной партии из Германии. Том Ван Грикин, художник по расставанию. Том Ван Грикин, это тоже очень интересная фигура. Бельгия. Партия Тома Ван Грикина, Фламс, прошу прощения, Беланг, скорее всего, победит на выборах в Бельгии в июне 2004 года. И тогда пишут, что Бельгия может перестать существовать. Ван Грикин, ставший лидером партии в 20-летнем возрасте, хочет превратить Фландрию в сепаратистское государство. И планирует избавить фламандской язычный север от того, что называется принудителем браков. Нравится ли это Волонии или нет? Вот так. Раздел Бельгии предлагает он. Но оттуда, поверьте, еще есть более интересные номинации. Йовита Нелюбшене, Вашингтонский шепот. Это новый посол Европейского Союза в США. Бензина Иванишвили, олигарх. Это грузинский известный олигарх. Но есть еще и рубрика фашист. Знаете, кто его удостоился? Бёрн Хёке. Бёрн Хёке – это лидер крайне правой партии «Альтернатива для Германии». И последняя подборка у нас номинаций, тоже очень интересная. Алексей Навальный, российский Мандела. Жараль Дармен. Просто дублер. Просто дублер, а дублер, он, похоже, может стать следующим премьер-министром Франции. Роберто Мэтсоло. Молодой пистолет. Смешное название, особенно с учетом, что это, конечно, женщина. Взяла под свой контроль Европейский парламент. Это глава Европейского парламента. После смерти бывшего президента Давида Сосоли. Мэри Лу Макдональд. Ее называют «объединителем». Это ирландский политик, который объединяет ирландские партии. Ирландский такой себе политик. Петр Павел – чешский президент. Ястреб. Томас Бах – олимпиаз. Найжел Фараж. Интриган – это британский политик, который, не находясь на высоких постах, не серьезно влияет на британскую политику. И последнее – Дженни Эрмосо. Женщина, которая добилась успеха. А добилась она успеха в футболе. Она полузащитник сборной Испании. Вот такой вот набор номинаций предлагает нам политико. Очень интересная, конечно, глубина, я бы сказал, широта этих взглядов. Много фактических ошибок. Но на нашем пространстве, конечно, не хватает тоже таких полуюморных, полусаркастических оценок, которые все же позволяют нам сделать обзор политиков и политических перспектив на континенте. Друзья, подписываемся на канал. Будем тут делать много обзоров статей, такого рода публикаций. Говорят и серьезные вещи. Говорят всегда серьезные вещи, но не всегда серьезные. Иногда будем говорить с юмором, иногда будем говорить с сарказом. Внизу право подписка на канал. До свидания, до новых встреч, всем хорошего и доброго, веселого дня.